Мордовский спорт понес еще одну крупную репутационную потерю. Очередную брешь в образе пробил футболист Кирилл Курочкин. В сети появилась информация, что экс-нападающего московского клуба «Динамо» подозревают в незаконном хранении наркотических веществ. Подробностей пока мало, но форвард уже удалил свои странички в соцсетях и не отвечает на звонки. Теперь уже можно точно сказать, это конец спортивной карьеры Кирилла Курочкина. Некогда восходящая звезда на небосклоне футбольной Мордовии стал настоящим антигероем спорта. В среду утром в сети появилась информация о том, что бывший игрок московского «Динамо» Кирилл Курочкин задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков. В ходе проведения мероприятий сотрудниками полиции был задержан известный футболист Кирилл Курочкин. В ходе личного досмотра данного гражданина было обнаружено и изъято около 10 граммов синтетического наркотического средства. Со слов самого задержанного наркотика был приобретен через интернет-заказ для личного употребления. Уголовное дело возбуждено, подтвердили в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД России. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса в отношении задержанного избрана мера пресечения обязательства о явке. Сейчас до Кирилла Курочкина не дозвониться, не достучаться в социальных сетях. Нам удалось связаться с близким другом футболиста. Кирилл сказал, там большую компанию приняли, а меня просто узнали по фамилии. Со мной все ровно, не переживайте. Профессиональная карьера Кирилла Курочкина началась в футбольном клубе «Мордовия». Здесь его заметили специалисты московского «Динамо», и Курочкин вскоре примерил цвета бело-голубых. Дебютировал игрок на матче Кубка России, где «Динамовцы» встретились с петербургским «Зенитом». Впрочем, тогда москвичи проиграли с разгромным счетом 9-3. Еще четыре раза он попадал в заявку клуга в премьер-лиге, а потом как-то незаметно обосновался на скамейке запасных. Саранские специалисты предложили ему вернуться в мордовскую команду на правах аренды. Это интервью записали журналисты нашей спортивной редакции сразу после возвращения футболиста. В Саранске я приехал не заканчивать, не доигрывать карьеру. Я приехал за игровой практикой, я приехал помочь родному клубу, помочь себе. Клуб поможет мне, я помогу клубу. И поэтому тут все как бы у нас обоюдно. И вообще не считаю это что-то… В 19 лет, по-моему, это не тот возраст, когда нужно отчаиваться, когда не получилось первый раз, второй. Да и миллионы шансов этих будет еще. Самое главное – их правильно использовать и все. Однако даже на родине он не нашел свою игру. Но с экранов не пропал, потому что стал постоянным героем криминальных новостей. Пьяный Курочкин ехал за рулем своего БМВ и попался самому министру внутренних дел Мордовии. Понятно, что закрывать глаза на подвиги форварда тогда никто не стал. Спортивная карьера тем временем стремилась к самому дну. Последняя команда, которую осчастливил своей игрой Курочкин – клуб Торбеева, участник чемпионата Мордовии. После такого скандала мало шансов на продление контракта даже с таким скромным участником региональной лиги. О тренерской карьере говорить совсем уж неуместно. Сейчас самое время думать о том, какой срок грозит за хранение крупной дозы наркотика для собственного потребления. Юлия Прунова, Александр Гурьянов. Наши новости.